73 серия, участок Нормандск, Магадан. Путь составляет 65 с небольшим километров. На дороге также мало населенных пунктов. Тут даже привязаться не к чему, то есть более-менее примечательные места или я на видео буду отмечать титрами. Так, сейчас прочитаю некоторые комментарии, которые поступили. Так, Дмитрий Точев пишет, поднимитесь на авто от города Котор до деревни Некуши, с нуля до километра с лишним высоту, по серпантину 25 колец. Так, ну понятно. Дело в том, что на вкус и цвет, говорят товарищи, нет. У каждого свои критерии оценки красоты. Критерии оценки отдыха каждый выбирает. Кому-то, например, золотые унитазы нужны и бассейн с голубой водой. Кто-то предпочитает, например, лимику зимой высоте. Кто-то любит на природе там шашлыки жарить, кто-то на рыболове или на охоту охотиться, ездить и собирать. Так что у каждого всё своё. Каждый выбирает то, что ему нравится. Так, а то, что посетить в Черногорию, я в Черногории не был. Вот я был в Невских Татрах. Красиво, слава. Так, Максим Смогилёва. Слушай, Магадан ещё далеко. Тональность обращения. Отвечаю Максиму Смогилёва. На 15-й день движения будет развязка, поворот на Якутию. До Якутска от трассы Амур порядка 1200 км. Затем от Якутска, это Нижний Бестях, до Магадана ещё 2200, по-моему. Так что, вот такие расстояния. Я уже в предыдущих сериях рассказывал немножко по этому маршруту. Начиная от трассы Амур до города Магадана. Повторять, я думаю, нет смысла. Желающие могут повертеть видео, посмотреть предыдущие серии и найти ответы. Так, мне больше сказать нечего. Смотрите, запоминайте, записывайте координаты, где что понравилось. и на карте можете посмотреть. Передва, связь есть. А мегафон мною разруклонированный город, чтобы у него связи нет. Я проверю, что тут не нравится щебёнка на обочине. Пришибёлка вполне нормальная. Почему я заволновался, сейчас не помню, в каком районе, на какой трассе, я так вот слехал на обочину, не помню, что меня привлекло. Когда я посмотрел на щебенку, я был в шоке. Открывали щебенку, это было, блин, куски стекла. Я несколько пусков пытался подколотнуть, нарезался до края. Войн не помню, трасса не помню. Это было жёстко, короче. Кто готовился обочину, отпускали из стекла, из данного полного стекольного завода, усыпать обочину. Это вообще не мозгом, не нужно иметь ничего. Где он где-то бежать, блин, как образец. Может быть, как лезь. Войн не помню, не помню. Красиво, совершенно не помню. Вот так. Поэтому, обращая внимание, будете съезжать на обочину, обязательно обратите на это внимание. Войн не помню, а вот, по обочине, отусловлено, да. Писни, как и стекло, как и так. И это... И это, в общем, извини, и стекло, да, я бы сказал. Войн не помню. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже меткой яркости трассы, добиваются шутки знаний, позорности. У нас уже в Карелии тоже самое, как это личное место. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Долго там нет Долго нет еще Долго нет Долго ждать Долго ждать Долго ждать Долго ждать 10 Долго ждать 11 Долго ждать 12 Долго ждать 13 Долго ждать 13 Долго ждать 13 Долго ждать 14 Сколько ждать? Вот я другой радиостанции, другой частотный диапазон пытался ответов дождаться от этих дежурных, полуфигурных, но у них это тоже другой диапазон. Посмотрим, у них есть, радиостанции нет. А, тут уже светофор. 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 А, тут уже светофор 2, 3, 4, 0. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok На подмены тяжело стоять Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok